Друзья мои, привет! С вами Фавиодыч, и мы сегодня вместе с ним затронем ту тему, которая по моей статистике больше всех будоражит на моем канале, собственно говоря, и тема, которая являлась основной причиной создания канала и записи. Итак, это Фавион, друзья. Те видеоролики, которые я записывал по этой тематике, и те люди, которые меня смотрят, в основном, конечно, интересуются этой технологией, которая появилась в 20 веке, хотел сказать. Да, друзья, эта технология появилась на границе 20-21 века, но сегодня тема и название ролика – это Фавион, сон наяву. Является ли технология от компании Sigma, Фавион X3, технология, которая можно воспринимать как некий сон наяву? И благодаря чему, возможно, появилась эта технология и устоялась? Или все-таки попытки тщетные Байера, Байер-технологии, которая является основным проводником цифровой фотографии в 21 веке, является трендом основным? Мое личное мнение, друзья, что это не так, что технология X3 и Фавион от компании Sigma и группы компании Фавионикс является революционной технологией в цифровой фотографии. О чем сегодня пойдет речь? Давайте поговорим, почему это стало возможным, какие камеры были с технологией есть, с технологией X3, и куда это все идет. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал, я думаю, что не будет скучно. С Фавионичем и Фавионом. Итак, друзья, попробуем задать те вопросы, которые меня интересуют. Для этого переместимся на мою страницу во Фликере. И, опять-таки, про Фликер смотрите мои ролики. Но мы сегодня будем говорить про Фавион, друзья. Так вот, прежде чем начать говорить, можно набрать в Википедии и посмотреть, что же такое датчик, так называемый Фавион X3. Здесь все подробно расписано, кто его создал, какие камеры он используется, какой принцип используется при создании многослойной матрицы Фавион. Плюс, вы можете внимательно посмотреть и обнаружить, что, например, толщина этого датчика очень маленькая. И вот в Википедии указано чуть больше 5 микрон. На самом деле, вот эта нижняя часть, красная, это больше 2 микрон. Вот эта в районе 2 микрон. И вот эта часть, она меньше 0,1 микрона. Благодаря этому датчик действительно не имеет каких-то серьезных аберраций. Но он стоит на грани них. Все это можно подробно рассмотреть и изучить в Википедии. Я же хочу акцентировать ваше внимание на то, чем он отличается от всех остальных датчиков, которые использует фильтр Bayer, так называемый. И это кардинально изменит ваше понимание, почему Фавион стоит в стороне от всех цифровых камер. Посмотрите мои ролики, я рассказывал не раз, что это такое, что такое Фавион и что такое датчики Bayer, как они отличаются. Но мы сегодня будем только касаться вскользь. Цель видео задать вам вопрос, чтобы вы сами попытались найти свой Фавион. И здесь можно начать с самой первой камеры Sigma, которую выпустила компания Sigma в 2002 году. В ассоциации была представлена вот такая вот камера. С размером здесь указано 10 миллионов. Но вы должны понимать, что в современном мире элементы пикселей указывается нереальный элемент, который собирает информацию во всех цветах. Это и в Bayer, и в Sigma все одинаково. То есть 10 миллионов пикселей означает только одно, что это можно смело делить на три, как говорится. Поэтому то же самое в Bayer. Благодаря конструкции именно Bayer, но хитрые маркетологи всегда указывают именно минимальный элемент, который собирает цвет. А в данном случае указывается только один элемент цвета в Bayer или один элемент в каждом слое, а в отдельном. В той же самой Sigma. Поэтому, если вы видите 40 с половиной, вы должны понимать, что это 14 с половиной. Это значит по 14 с половиной в каждом слое. Но Википедия нам по каким-то образом указывает на то, что разрешение камер Sigma, оно на самом деле меньше, чем разрешение камер Bayer. Между тем, все блогеры, которые используют Favion и те, которые касались Favion, замечают именно обратную ситуацию. Что камера Sigma, имеющая разрешение, например, 14 миллионов, выигрывает у камер по реальному разрешению, который видит глаз человека, те камеры, которые имеют у Bayer разрешение больше 20 миллионов. И это не я один говорю, это множество говорят. Связано это как раз с тем, что технологические трудности, которые испытывала компания Sigma, производя матрицу Favion, ее модификации, все равно были преодолены. И те муары, которые упоминаются, в том числе официально на сайте Википедии, так называемые, благодаря фильтрам, фильтрам Bayer, которые появляются из-за интерполяции. Они, эти муары, вносят больше недостаток в сами матрички Bayer, чем те исходные проблемы, с которыми столкнулся Favion. Поэтому, что касается шумов, хроматических шумов, эквивалентной чувствительности, все остальное, это все важно. Но, друзья, для пользователя это, наверное, будет не очень важно. Важно результат. А результат, который происходит, когда вы начинаете снимать Favion, сигморским, он, конечно, всех обескураживает. Да, я редко снимаю, друзья, как я ем сам, но я могу сказать, что мы такой баранины нигде не ели. Если отбросить сложности при съемке, медленность камер, все отбросить, а оставить только цель, а вы знаете, что все эти суммарные характеристики, конечно, вещь очень полезная, но, как говорил там один герой фильма, главный результат, главное не результат, а не то, из чего вы там пытаетесь сделать. А результат настолько сильный в цветопередаче, в динамике цветов, микродинамике, что даже заядлые поклонники Bayer, всех производителей, там, Sigma, Nikon, Canon, Fudi, Sony, Panasonic, ну и все прочие, да, все равно они не могут ничего сделать с Favion. Поэтому сон, страшный сон, Favion для этих производителей, я считаю, что он для них страшный сон. А является ли это каким-то волшебным сном для нас? Думаю, что для тех, кто пользуется Favion постоянно, как Favionich, это является полезным сном. Итак, друзья, но так было не всегда. Вы скажете, матрица Favion, да, я упоминал, что военная разработка компании Favionich, которая потом была приобретена, и благодаря команде, о которой вы можете узнать в интернете, Дику Мирилу, да, который, к сожалению, ушел из жизни, но оставил наследие вот этот великолепный датчик. Скажите, только Sigma используют? Нет, друзья. Значит, на просторах интернета вы сможете найти информацию, то есть, что существует такая камера Poliroid X530 с сенсором X-Favion. Она была представлена в 2004 году и является таким компактным аппаратом с очень маленькой матрицей, 1,8, да. Ну, на тот момент, вы знаете, этот размер использовали все компании Sony, Panasonic и Canon. Поэтому выглядела она такая архаичная камера, как, в принципе, и все камеры, которым я в том числе и тоже пользуюсь. То есть, видите, она очень похожа на A70 Canon. Здесь ее размерчики, компактная. Но, к сожалению, камера не выпускалась большим количеством. Здесь упоминается о том, что стоит X3. Единственное датчик изображения, которое непосредственно захватывает цвет в трех слоях, как и цветная пленка. Почему я об этом говорю? Потому что Poliroid является лидером и являлся лидером производства именно пленочной продукции, в том числе и технологии моментальных снимков. Еще вы можете найти информацию, что некая компания Kodak тоже имеет отношение к производству и к экспериментам с многослойными матрицами. Информации, на самом деле, в интернете очень мало, и рыть ее придется очень долго, чтобы найти вообще источники появления самой матрицы Favion. Иногда это напоминает какой-то фантастический сон про терминаторов, про инопланетян, что эта матрица как-то где-то была просто найдена. Ну, в общем, загадок, мифов вокруг Favion очень много, друзья. Но важно то, что эта матрица существует, и несмотря на то, что она достаточно слабо развивается технологически, за последнее время вы видели огромное количество заявлений президента компании Sigma, который в 2018 году обещал, что выйдет полнокадровый Favion, потом в 2019, потом в 2020. Ну, вот в 2021 опять перенос. Но мы, поклонники этой технологии и пользователи этой технологии не разочарованы. И мы все-таки считаем, что это будет сделано когда-либо. И мы увидим полнокадровый Favion с большими элементами, с большим количеством разрешений. Вот сегодня, собственно говоря, о чем я с вами хотел поговорить. И для тех из вас, кто заинтересуется, что же такое Favion в руках, и какие результаты получаются, я рекомендую посмотреть мои видео, мои ролики, про то, на что способен Favion. А также зайти посмотреть мой плейлист по пейзажной фотографии, по стрит-фотографии, ну и другим жанрам, в том числе арт. Я надеюсь, что я вас не сильно утомил, и задал вам какой-то вопрос, который вы, может быть, заинтересуетесь этим вопросом, и все-таки заглянете во Flickr, например, мой, и посмотрите, что же такое, что может делать Favion, да, и что не может он делать, да, или нам... Или, например, вы посмотрите, может быть, вам будет интересно найти на аукционах вот такую камеру, одну из первых камер с матрицы Favion, не компании Sigma. Это, кстати, очень редкая камера, и чрезвычайно редко появляется на аукционах. На сегодня все, друзья, я думаю, что мы с вами увидимся обязательно, и что-то мы с вами еще обсудим. Интересное, друзья. Друзья, первое пробное сканирование. Рамки пока без рамки делаю, просто без рамки сканирую, положил просто на стекло, убрал отражатель. Первый раз с 88-го года, ну да, с 91-го года, скорее всего, да, я не видел эти фотографии, не видел эти негативы, сегодня я их забрал, друзья. Ну, сейчас будем попробовать что-то посмотрим. Все, а то все говорят, что плохие советские фотоаппараты, плохие пленки. Увидите все сами. Продолжение следует...